Добрый день. С миром. Слава Христу. Давно вас не было. Ну мы из церкви сейчас пришли пока тут. Вчерашую запись я сейчас поставил. Вчера беседовали с Белоруссией. Хороший разговор был после Рахову. Ну а что у вас там? Так, Игнатий Тихонович, несколько вопросов. В первую очередь вопрос о протестантах, которые, обратившись, переходят в православие. То есть приняв крещение, истинное крещение. И вот насколько они находят себя в нашей церкви, то есть в истинной православной церкви, потому что у них, как известно, это не церковь, хотя они действительно христиане. Насколько они могут найти применение своим талантом? Насколько они, ну скажем так, уютно себя чувствуют? Почему? Потому что я помню, когда вы беседуете с отцом Геннадием и задаете ему этот вопрос, он говорит что-то вроде того, что меня церковь привела холодно. То есть в православии было холодно. И я даже могу сказать, потому что у меня тоже есть опыт, и я общался с пяти часов. Понял. Значит, у нас все записывается и ставится в интернет. Вы не против? Нет, я за. Я за. Так вот какое дело. Я всем, которые приходят оттуда, говорю, у тебя там что-то было хорошее? Ну да. Да. Ты Библию где получил там? Так ты здесь-то, когда пришел в православие самое хорошее, то оттуда перенеси сюда. Я одного тут видел, он говорит, я никогда не забуду, что там получил. Уже священником стал. Вот так надо идти. Вот отец Геннадий, посол, он все время вспоминает, где был, что родился в благочестивой немецкой семье. Он и вкуса вина-то не знал. Это надо помнить. Но на практике получается так, что это самое доброе, что у них есть, их глушат, трамбуют буквально здесь. Это как у старобрядцев. Если из православия перешел к ним кто-то, они до самого смертного часа будут говорить, а вот этот-то, он из Неканьян к нам пришел. Он все время остается с клеймом Неканьянина. И так у православных. А вот этот-то батюшка, он сектант был. Вот он пришел. За ним все наблюдают. И он теперь, этот батюшка-то, он ничего не может сделать. У него тараканья психология. Он всех боится. У меня такие были ребятишки. Так смотреть-то, ребятишки нормальные. Прислал в лагерях бывший баптист. Ну скажи-то, они до того на отца похожи, а вареные буквально. Ничего. Все согнулись, как два маленьких кощея. Все еще-то недовольные, что-то скрипят где-то. Но старый-то еще отец-то знает, где зажаться. Они не понимают. Они играть? Нету. В футбол играть? Нету. На турник? Их нету. Куда ни поверни, они все. Я говорю, вам что нужно-то? Скажите, чем вы увлечены? Грибы собирать, рыбу ловить? Никуда их нету. Они двое между собой соединились, но скрипят и подглядывают. И подглядывают. У меня один интересный случай, я попутно вспомню. Он парень такой сильный, мускулистый, ну тренированный-то. Ну и поел, из-за стола так неохота вылазить-то. А наша Нина Александровна Жолнирова говорит, Сережа, Краснов фамилия его, ты, наверное, есть хочешь еще? Он говорит, ну да. Ну а там плов-то хороший, рыбный был. Она ему наложила в чашку-то. А эти выезли уже-то. И вот один из этих, из баптистских детей-то мимо идет. Все, обжора сидит. Он ничего не сказал. Поел, вышел, подошел к нему. И ни слова не говоря, как звездонул ему, говорит-то, по носу-то. Ну и, видимо, разбил нос. Ударили в колокол. Это у нас ЧП. Ну и разбираться начал. Оказывается, он вот такое дело сказал. Обозвал его. Ну обозвать-то обозвал. Ну не драться же. Я этого Сережа наказал. Но ему сказал. Ты тоже не прав. День не прошел, он снова на ябеде попался. Но теперь уже я его взгрел как надо. Это я говорю, что это от родителей, от родственников такие же идут. То есть даже из неверующей семьи они лучше. Почему он все время сжимается, боится, что упрекнуть его где-то. И вот бывает, когда из баптистов приходят другие или там. И он рвется в священники. А священник-то его знает и знает, как ты пришел. А он через меня пришел-то. И он возьми, да ему скажи. Я, говорит, решил похвалиться. Я Игнатия знаю. Игнатия, да это сихтант, раскольник и ретих. Я это сказал. Потом он станет епископом. Сафроний. А Димитрием был-то. Вот. А не кто-то. Это отец Геннадий как раз сказал вас-то. Он-то решил показать, что я не просто с улицы. А я пришел. У меня рекомендация такая. В Новосибирский храм-то от Игнатия Лапкина. А он сразу его вслепил. То есть если обыкновенный человек, он даже нужды никакой нет. А он из этой группы-то. Он... Никуда ему шевелиться нельзя. Они сразу его захлопнут. И поэтому люди, которые приходят из сектантов. Вот если бы... Ну, говорится, бодливые коровьи бог-рок не дает. Наоборот, надо было бы воспользоваться. Сколько хорошего они там имели. Они не церковь. Не церковь. Но они очищены. Живущище православных. Очищены через слово, которое проповедано. Вот почему они щище живут-то. Не пьяницы. И вот... Это уже по секрету всему свету. Отец Александр Пивоваров, который крестил его, потом узнал, что... Или они поют, или что-то там... Баптистские песни запретил петь. Я так и ахнул. Да не может быть. Серьезно. Ну, вот сегодня у нас кресту. Крест батюшка вынес. Вот он подошел сидеть. Видно? Да, видел. И дам. Благословите очень. Вот. Вот. Кресту твоему поклоняемся. Вот. Кресту твоему поклоняемся. Три раза одно пропели, и все. Хорошие слова. Все. Ну, давайте возьмем баптистское песнопение. Взойдем на Голгофу, мой брат. Он страждет, и жаром ланит, и горят. Он жаждет, и уксус тому подают. С чего даже вы для мира текут. Пойдем перед ним. Вот это самый поклон и есть. Взойдем на Голгофу, мой брат. Там постный Богом Мессия распят. О правде же святой проповедовал он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Он жаждет, и жаром ланит, и горят. Он жаждет, и уксус тому подают. С чего даже вы для мира текут. Пойдем перед ним. Вот это можно было спеть. Но даже у нас батюшка не будущим баптистом он не решится. А почему не пропеть? Кресту Твоему поклоняемся. Три раза поклонились. А потом наши люди это знают. А потом хором бы и пропели. Взойдем на Голгофу, мой брат. Трапезную. Выйдем как в трапезную. В трапезную. У нас это в трапезной хотя бы. Но ведь могли это и на богослужении. Бога простать. Нет, у нас тоже такие рамки никуда. А почему не пропеть-то? Тут вся Библия включена. Видно написано таким вдохновением. Взойдем. А потом пойдем перед ним. И кажется 8 куплетов. Взойдем и пойдем. Это 8 земных поклонов было. Нет, трапезной, трапезной. А почему рядом с этим не поставить? А после этого опять кресту Твоему поклоняемся. Вот было богослужение. Это мы не о Боге думаем. А как бы в этих рамках нам замельтешиться-то? Мы не духом движемся-то. У нас устав мы не можем никуда. Устав один должен быть ближе к Богу. Я говорю. Меня не осудят. Скажут, ну протестантская. Протестантизм. Я протестую против сухости. Против черствости. Против бездушия. Я за то, чтобы дух горел огнем. Вот. Которые пришли из сектантов. Вот у нас-то они научили нас. У нас накуплены там песни восхождения. Там 800 с лишним песнопения. У нас целая библиотека куплена. И после собрания остаются кто? Ну не все. Там человек 20-то. И поют. По этим-то. А у нас, которые... Они были хористы там у баптистов. А пришли сюда теперь православные-то. И они на всех, говорят, с этим заразили. Мы поем. Нам приятно это. Вот так. И вот те, которые приходят из баптистов, им нужно особое внимание. И то доброе, которое они имеют там, чтобы они могли здесь рассеять. А их придавливает. И он научается. Гляжу, уже волосы отпустил. Косичку эту. Зачем она нужна? Возьми ножницы, обрежь. Не позорься. Посмотри на патриарха. Посмотри Алфеев, Иларион. У кого? Николы, чудотворец, Иоанн Златовец. Ни у кого этого не было. Нет тут... Я не понимаю, для чего. Накопитель для чего? Думает, как Самсон будет? Да не похоже. Вот. А гляжу, он пришел там у вас, Зырянов, в Иркутске рядом. И уже отпустил волосы, Грива, он все уже ухватил. А по-другому нельзя. Его задавят. А он теперь работает среди своих. Мне-то, видишь, как раз-то бодривый корой Бог-рог-то не дает-то. Я бы сказал так. Вот сегодня я беседовал с пятидесятником. Утром я выставлю этот ролик. Определенно, и четко, и ясно. Что им не хватает? Рукоположение. Ну, они согласились. Вот пришли, у меня 15 пресвятеров сидят здесь. И старших пресвятеров, это епископы. Ну, а что мы можем сделать? Ну, пойти попросить патриарха, да знаете, православного. И идти к папе римскому. Григориану, армяну, коптам, сирийцам где-то. Договоритесь, чтобы вам рукоположили трех. Трех ваших, вами избранных. Так, а мы не хотим, чтобы у нас иконы были. Ну, пусть без икон, только не хулите. У нас в символе веры не написано поклоняться иконам. Святую Троицу правильно понимаете. Вера это все как есть. По символу веры, это ваше кредо. То есть, если по-настоящему рассуждать, мы дожили бы многое, многое поставить не во главу угла. Узнав, что иконы стоят препятствием для двух миллиардов мусульман, до разговоров нету. Ни под каким видом не пойдут. Никак. И с этим я не согласен. На первом месте любовь. За него умер Христос. Не буду есть мясо, пить вина. Хотя это не запрещено. Чтобы не соблазнить брата. Два миллиарда соблазняются, ноль внимания. Триста миллионов протестантов соблазняются, ноль внимания. Лишь бы лбом поцелует, да еще и лбом поднет икону. Упрямая, твердолобая, нелюбовная. Мы могли бы многое сделать, если были бы другими. Беседовать. Есть настолько близкие люди, по душе православные. Но они не могут вот это принять. Я не могу понять, почему я должен кланяться иконе, изображению. Когда у меня дома отец говорит, ну я с отцом разговариваю, ядом портрет-то не ставлю. Но если я понимаю, что отец небесный, Иисус Христос, зачем мне его портрет-то, когда я с ним разговариваю, он у меня в душе. Он возошел на эту ступень. Кто ест, не осуждает того, кто не ест. Ничего подобного. Я говорю, ну просто говорю, как личное мое мнение. Мы теряем много. Безраздельно и беспредельно много. Все к концу идет. Я не знаю, насколько достоверно сведения такие на меня уже выходят в интернете, что Путин не поехал на какую-то встречу там. Где-то была встреча. И не видно его уже недели две. И уже заговорили, что у него микроинсульт. Хотя там в президентской какая у них там, в кремлевской больнице, его не было. А сейчас выступает ходос там Эдуард и прочее. Мир на ниточке висит. И этой ниточкой является именно он, который держит. Но это они так понимают. Ваша паутинка. Надо своих предупредить, чтобы помолились о нем. Не злорадствовали. Я, например, душою понимаю, что надо молиться. Духом. Чтобы прямо в церкви произнесли имя Владимира. Он главнокомандующий вооруженными силами. Президент от него многое зависит. Многое. Не просто поговорили. Нас не касается мы верующих. Нас касается это. Усилить молитву дневную и ночную. Потому что если его не будет сейчас, перемены будут не в лучшую сторону. Не в лучшую. Это определенная щетка. Я знаю, которые там патриоты на Украине ругают. Он это слепок сатаны и прочее. А почему вы не думаете с Порошинки слепок сатаны? Потому что он рядом. А я и за Порошинку Петра молюсь. Вот я к слову сказать-то начал где. Я не знаю, насколько это достоверно. У меня сведения поступили в интернете. Что Порошенко, этот Петр, он является диаконом. Православным. Относящимся к московскому патриархату. Картина-то по-другому выглядит. Масляной краской. Вот штука-то какая. Мы начали говорить о сектантах, которые приходят. Ну вот, если бы они у меня были, которые рядом приходят, чтобы души их не коверкали. Где-то у них что-то не так. Да тут подскажи, да и все. Самое хорошее, это они принесли эту ревность сюда. Из них какие-то батюшки-то получаются. Они любят Слово Божие. С ними можно было бы горы ворочать. А их задавили, и они нигде рта не раскроют. Ну вам, вы не священник, вам можно. Ну я не священник, мне можно. А тебе нельзя было не быть священником-то? И ты бы говорил. А я считаю, священником многое можно сделать. Ты никого не бойся, не бойся. Доверь Богу. А вот я буду правильно крестить, меня архиерей запретит. Я спрашиваю, а сколько в России запрещенных за правильное крещение? Ни одного. Ну и чего? А вот запретили бы в одной епархии, в другой, в третьей. Это было бы пробуждение. Трясутся. И ничего не могут сделать. Я сегодня выставил большой материал о крещении. Это ужас какой. Как говорят правильно, говорит Олег Синяев. Но вплетает такое, даже поверить трудно, что это он говорит. А что он говорит? Да вот в исключительных случаях можно и обливанием. А какие исключительные случаи? Ну, если купели нету. Да кто ее будет строить-то? Какой это исключительный случай-то? Купели нету. Да нет, папы в глаза ее не видели-то. Ну и мочит лбы. А другой говорит, у меня купель с собой. Я еду. А на другой стороне реки, там четыре деревни-то. Ну и я, говорит, с купелью не могу переехать. По льду этот отказался везти. Да зачем к ним ехать-то? Пусть они сюда придут и покрестятся. Ну, поэтому уж я поеду без купели, там просто так оболью и прочее. Почему? Потому что их не извергают. Правила не действуют. И при том это ни один, ни два. Я сегодня там выставил материал предыдущий, от которого у меня последние ролики. И посмотри там, какие епархии одесской выступают там по порядку, курская архиерея выступает только в полное погружение, только в полное. Но, но, этот Олег Синяек говорит, но если он был моченый, ни в коем разе нельзя крестить. Вот в этом-то зараза вся и стоит-то. Ну, если он неправильно крещеный, какой разговор-то? Ну, неправильно. Неправильно начни сначала. Вот священник в алтаре. И в это время он начинает, совершается литургия верных, и в это время он там преломляет, и вдруг видит тело. Он видит не проспор, а видит тело. У него определенное правило, он должен прекратить. И начать сначала. И он видит не вино, а кровь, настоящая кровь. Должен начать сначала. Да, и священники-то не все это знают. А это правило, как Семена Солудского. Почему? Это может быть искушением. Еще они ничего не понимают этого. Видение, невидение. Надо рассуждать. Вот поэтому те, которые пришли оттуда, они еще не пропитаны этим православным-то тленом. С ними можно было бы работать. Но их затерли, тем более те, которые в священники идут. А это из сектантов, как у старобрядцев. А это из Никоньян. Вот мой ответ. Они не реализовывают себя, как говорят. Маленько повыше. Сядь, а то выше голову у вас пространство. А вот... Не-не, опять что-то. Повыше маленечко еще, чуть-чуть. Вот так. Слушаю, говорите. Да, благодарю, Игорь Васильевич. Ну вот, к слову, сказать, сегодня брат рассказал интересный случай. Вот я его благословил, владыка, все-таки совершить полное крещение, погружение. Ну, у нас город большой, но храмов с купелями таким вот, что взрослый человек, беспрепятственно два. Ну, вот он пошел, говорит, пойду к священнику, то это говорится, сказать, что владыка благословил. Он был вообще краплением крещен. Ну, говорит, я выбрал такого, на мой взгляд, самого благочестивого священника. После службы подошел, рассказал ему. Ну, естественно, здесь главное правило сказать, что слышал на лекции отца Геннадия. Ну, и потом каноны и прочее-прочее. И он, говорит, священник постоял. Даль говорит, знаешь, слышал я отца Геннадия. Ну, говорит, не зря же, говорит, его Антоний запретил. Он же, говорит, уклоняется в протестантизм. Будь можно и песком. Ну, вот такой стандартный ответ. Ну, вроде, говорит, ну, в конечном итоге договорились. Ну, конечно, приходи. Ну, вот это вот характерно, то, о чем вы говорили, что человек, который обратился из протестантизма, все равно это вот помнят и попрекают вот этим. Да, это никуда не годится. Он имеет большое преимущество перед ними. Он сознательно пришел. А эти, которые они так тянулись, там ничего нету. Это просто номенклатурный работник. Он лишь бы время свое отработать, отмахал кадилом. Лишь бы, говорит, кадила в руках ходила. А отец-то Геннадий, он сознательно все возьмет. Он о крещении, как он понимает. Но главное, что все, абсолютно все. Но если уже моченый, то никак нельзя. Ну, если ты признался, все архиереи, патриарх, каноны говорят неправильно. Ну, как же по-другому-то, если неправильно. Неправильно. Ты считай, хоть в Ветском Завете. Если бы что-то сделано неправильно, они заново переделывали и все. Вопрос даже не возникает. Нет. А что это? Это Украина, католичные священники сюда приехали. Это она, заразу, Украина дает. Вот эта война ее и сжигает. Они все перепортили здесь. Бритые, сребролюбивые. Все абсолютно исказили. А католичные совсем. Вот ответ такой. Благодарю, Владимир Тихимович. Тогда еще один вопрос, который касается канонических правил. Вот в довершение к этому вопросу. Канонических правил, апостольских правил, что касается крещения, что касается епитиньи. То есть полного исполнения, если, скажем, положено 5 лет, значит 5 лет. Если 10 лет, значит 10 лет. Если отлучение извержения, значит извержение. Современная позиция многих священников, и это очень часто слышится, и вновь непосредственно объясняется так, что это же было в те давние времена, сейчас время другое, сейчас ритм жизни. То есть вот это оправдание, ну и тому подобное оправдание, насколько они вот обоснованы в нашей сегодняшней стране. Я еще раз попрошу, вы меня видите, как я сижу? Поднимите голову повыше еще. Вот так, вот-вот, не опускайтесь только. Это лукавство. Я спрашиваю, а почему вы не накладываете те эпитиньи, которые правила утвердили, которые никто не отменял? Ну, знаете, народ сейчас такой слабый. И вот я сделаю так, они больше никогда не придут. Я говорю, а чем они слабы? Ну как, да и здоровьем люди слабые. Представьте, 10 лет за один аборт. За один аборт. А у нее 10 абортов. Это что она должна быть? Что я не знаю? Я знаю за один аборт. Правило Василия Великого второе. Он начинает говорить, я говорю, ну давай договоримся так. Что? Вы знаете людей, знаете лучше, чем святые отцы. Люди слабые. Ну, здоровьем слабые. Все, вы согласны? Ну да, 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 да. Так, и теперь скажите. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Раньше 30 лет не рукополагать. Народ стал слабый, то другое. Так если слабых вы стараетесь еще раньше рукоположить, вы сами против себя свидетельствует, что причина-то не в этом. Если народ стал слабый, да он до 30 лет крепости не набрал еще. Ему до 40 надо жить. А вы его 17-летнего ставите уже архимандритом. Что вы делаете-то? И по порядку. В церкви торговля запрещена. Христос выбрался. Почему она стоит? Я говорю, нарушается 413 правил ежедневно в каждом храме. Ну, понимаешь, 413, что это такое? На все везде лукавые, кривые отговорки. Они безбожники. Я говорю, скажите, вот эта женщина в алтаре сейчас, зачем она была? Девочку крестят и заносят в алтарь. Маленькую девочку в алтарь заносят. Ребенка. Зачем? Когда ты должен перед иконой Божьей Матери перекрестил ее, отдал назад мальчика, заносят в алтарь. Зачем? Ну, а чем она хуже? Что вы делаете? Нет мужеского пола, женского. То есть он начинает, он ни правила не знает, ничего не знает. Я говорю, алтарь, женщина, зачем заходит? Ладийкийский собор, 44 правило. Мирской человек до нее входит. У вас пожарники заходят. Зачем вы запускаете их туда? А зачем? Выпивают там, сидят прямо на престоле. Выпивают и сидят на престоле. Она, я говорю, зашел, а женщина, она у них там по полномочиям сидит на престоле. И никто-то рассказывает о Бурде Николай, благощины Красноярского края. Полтора ведра окурков только вынесли. Это у меня уже его сын Сергей рассказывает. Ваше благо, что Игнатий только там внутри знает. Он в алтаре не знает, что вы тут делаете. Когда антимин спереблеванный. Ну, это что, каноны, правила слабые? Да при таких-то делах бы с колен не вставали. Умерли там, ухватились за престол бы. И там и умерли бы. Как Адоний ухватился за рога жертвенника. Определенно, четко поставлены правила. И они никем, никак не могут быть отменены. Вот возьми, милиционер. Вчера он делал так, а сегодня так. Я говорю, а почему сегодня такое? Ну, говорит, правила приняли. Все, говорит, уже ввели. Сегодняшние 24 часов правила ввели на дорогах. И он теперь не может никуда уйти. То есть, ну, он может оборотень там делать, вымогать деньги. Это попы-оборотни. Оборотни самые настоящие. Они все исказили. Я по порядку беру правила, но это не два, не три. Некоторые находятся и говорят, ну, с чего отначать? Ну, давайте вот, ну, конкретно мне. Я с сегодняшнего дня хочу. Я говорю, да ты-то не все можешь. Давай с архиереем разговаривать. Я тебе назову пять, пять хотя бы, пять. И 413. Пять. Выполни. Первое. Не рукополагайте раньше 30 лет. Первое. Не рукополагайте. И если он после крещения блудил где-то, его нельзя ставить. Он порченый. Он гнилушка. И если он женился, и она была крещена, а потом сделалась там блудная, и он женился на ней, не имеют права его ставить-то. Это у старобрядцев соблюдается. Вот это сегодня, по сегодняшний день. Хороший парень поет. Я говорю, почему не поставили? Мне говорят, он не сохранил себя. Хорошее выражение. Не сохранил. Утонул в гнилом болоте. Не ставьте раньше 30 лет. Диаконы раньше 25. Понятно? Понятно. Вот первое правило выполните. Выполните. А если рукоположен, он должен быть извергнутый. Давайте не извергать, а хотя бы запретить до уреченных лет. Он рукоположили 22 года. 8 лет пускай сидит. Ну пускай кощегарит, пускай идет на стройки народного хозяйства. Этого они и сделают никогда. Они злыдни. Они разрушители церкви христовой. Я говорю, дальше торговлю трудно убрать. А куда ее убрать? Написано убрать. И в ограде чтобы не было. В ограде не было. Мы обходимся без торговли. У нас торговли нету. Воск покупает батюшка. Наши сестры льют. Ставят сколько надо. И вопрос очень легко снимается. Во-первых, стопроцентный воск. Никакой добавки нет. Чистая. Богу жертва чистая. Вот так. Ну можете это сделать. Ну а как это? Даже этого не может. Еще спрашивайте дальше. Я только два назвал момента. Два, даже не пять. Два. Которые можно выполнить в один день. В один. Теперь не крестить без полного погружения, без катехизации. Не крестить. Ну у нас теперь беседы проводят. Я говорю сколько? Ну а сколько? 20 минут. А у нас, я говорю, как к крещению, когда мы готовили 450-500 академических часов. Ну вообразите, что это такое. Раз, два, три, четыре. Да считай. Так это часы. Они весь новый завязан. Да из этих еще две трети уйдет. Потому что христианство, златоуст, говорит, это не шутка. Это очень и очень серьезно и навсегда. Поэтому каноны, вот очень хорошо, видимо это митрополит Виталий говорил, там Григорий Грабба издал книгу правил. И говорит, Христос, Евангелие, это путь Царства Небесного. А каноны это вешки. Ну когда пурга идет вдоль дороги, ставят вешки, чтобы не заблудиться. Каноны это вешки, правила. Правила это штакетинки, через которые лиса не может попасть в виноградник. А после песней, говорит, ловите нам лисиц и лисенят, ибо они портят виноградник. А виноградники наши в свету. А тут не в свету, это все засохшие, поэтому ничего и нету. Я занимался этим не один год. Не знаю, насколько достоверно это, но то, что я знал, спрашивал священников. И я нашел 719 правил, из них 1413 ежедневно умышленно нарушаются. Да что, так и надо. А другого варианта нету. Так она уйдет. Ну это ее выбор. Уйдет, значит уйдет. Тебе не надо об этом думать. Нигде каноны не говорят, что если она уйдет, то ты виновен будешь. Тебе этого нет. Но он может снизить на одну треть. Когда? Не вначале, а когда видно будет, что она плачет, она сокрушается. Она жалкует сама себе. Тогда на одну треть можно сбавить. Было 7 лет, ну и бери одну треть. Практически на 2 года можно быть меньше. На 2,5. Но ни по-другому, ни просто так. Я взял, да и отмахнул. Они безбожники. Они ни бога не боятся, ни каноны не чтут. Вот ответы о канонах. А без канонов православия никакого и нет. Это обман. Вот возьмите 3. Я 3 теперь 3 назвал причины. 3. Дальше. У неверующих, к неверующим, которые приходят, не совершать ни молебнов, ничего не для неверующих. У неверующих детей не крестить. Это каноническое правило. Там, правда, об евреях говорится. Вот возьмите, вот четвертое, что я вам говорю. Вы их не знаете, не ваши прихожане. Прекратите вот это всякое разное отпевание неверующих. Это вы знаете. В храм не ходили. А как они? Ну, теперь сами на себя пускай отвечают. Что в церкви только за знаемых. А за незнаемых, которые, это за обращение. Чтобы пришли к Богу. Вот тебе 5 я показал. Все, выполните. Притом это можно выполнить в течение одного дня. Это я гарантирую вам. И не надо строжиться, ничего. Вот правило. И весь сказ. У нас ни одна женщина не заходит без платка. Ни одна не приходит, чтобы у нее кисти были открыты. Вообще мы об этом даже не говорим. А новый, кто приходит, через кого-то приходит. И тот, через кого приходит, он заранее его уже инструктирует. У нас правила. Заранее одевает и все. А если сейчас бы 200 человек пришли, и 200 научим. 200 мы заранее им расскажем правила. У меня в занятии находили в университет, и от него воняет табаком. Сразу побеседовали. Подходит одна, говорит, он сидит за столом, за партой. От него так разит. Я говорю, вы курите, да? Так, мы начинаем занятия в 6 вечера, чтобы больше никогда не было так, чтобы курили в этот день. А он там заходит и в туалете, а там запрещается. Мы предупредили. Проходит время, его поймали, все, отказали. Вычеркнули его из списка, а на проходной по списку все, мы с ним расстались. Предупредили дважды, он не понимает, зачем мы из одного будем терять аудиторию. И весь сказ. Да я теперь не буду. Ну, в другом месте, поищи пока. Ты уже говорил. Говорил, обманул. Надо строго смотреть. Ко мне приходит какой-то туркмен. И видно, что он обрусевший, по-русски хорошо говорит. Ну, и я маленько стал узнавать. Оказывается, у него мать пьет. А он ее бьет. Я узнал это. Подозвал его, говорит, а правда? Он говорит, правда. Я говорю, я слышал такое, что она была пьяная, а у тебя печь топила, ты печь ее толкал. Да. Да я же тебя предупреждал этого не делать. Больше на занятия не ходи. Тебе занятия не на пользу. И через тебя будет поплек большой на нас. Это я ему на третий раз предупредил и запретил в университет, не в храм. В храм тут вопрос проще решается. Вот что такое каноны. Каноны они облагораживают, целеустремленным делают, собранным. Мне думают, а как вы думаете? Я вообще не думаю здесь. Мне думают, надо об одном, как выполнить их. Только об этом. А правила уже обдуманные. Святые отцы сидели, они собирались. Возьми, 630 епископов на 4-м вселенском. А на всех 7-ми вселенских 2000 епископов. А сейчас какой-то регламент Петра I запрещает давать какихизацию длинную или 5-мю накладывать. Узнает его сам с ним. Это Петр, антихрист, говорил. Ни Петра, никого нет, а это все выполняют. Анафема там. И Пугачеву считают. Торжество православия. Ой-ой-ой. Какое же торжество? Да при чем тут Емелька Пугачев? Да не Мельяна, а Емелька. Емелька. Степка Разин, не Степан. Напугал же он их. Ария проклинают. Анафема ему. Нам надо думать о себе. Я вот занимался Словом Божиим. Ни худо, ни бедно. 50 лет занимаюсь. И я нашел, что 4 анафема у нас в Библии. И все они против православных. В первую очередь против православных. Кто не любит Господа? Морана, Анафема. Да кто любит Господа, когда его не знает? И дальше. Если что, придет ангел или кто будет говорить не то? Анафема. Галатам 1,8,9. Да больше православных-то никто не говорит того, что нет в Евангелии. Все, да бабки сны разные там где-то просчитал. С пятой на десятой слюной крестить надо. Слюной и песком крестить. Стеняев пишет. Вот тебе барабан. Договорился. А я его все время говорю из миссионеров. Он лучший. Но он правда по Библии много берет. Но дальше он не идет. Он знает, что его сразу вышибут оттуда. Ну перейдите эту грань. Перестаньте бояться. Участь боязливых в озере Огненном-то. Не положено. Я подряд буду всех исправлять. И они его выкинут. Хорошо. Следующий будет другой. Следующий, третий. И накопятся. И тогда потянем в другую сторону. Должна быть жертва. Кровь христиан была семенем христианства. Нужна жертва. Я не говорю о сакральной жертве. Обыкновенной. Вот ответ мой на это. Благодарю. Слава Иисусу. Что еще есть? Я как бы продолжение того, что я разумею, по-настоящему, в нашей церкви, как в армии, устав, вот как устав, там же не рассуждает над уставом, его просто выполняют солдаты. Он говорит про армию. В армии же не рассуждает, то устав выполняет. Да, правильно, правильно. Я ни слова армия не понял. Тут что-то квакало. Так это. То ли микрофончик далеко у вас. Я вот это наушник это держу, это не для ушей. Для микрофона. Мне так удобно. Я слышу оттуда, с динамиком. Мне так лучше. Только так. Другого варианта просто, его просто нету. Или выполнять, или не выполнять. И, конечно, посредствия того и другого, они уже прописаны. Мы это получим. Так, вот еще один вопрос Игнати Тихонов. Вчера возник у нас на занятиях. Подошла одна сестра с вопросом. Вопрос следующий. За кого можно молиться, за кого нельзя молиться? И нужно ли на какие-то особые молитвы брать благословение батюшки? Вот такой вот вопрос. И я как бы вот и адресую его вам. На молитве нет никаких благословений. Никаких. Это прямое дыхание. Вот я, допустим, хочу дышать. Ну, я пойду, благослови батюшка, дышать. Ну, что смеяться-то, дурак ты и все. Молитва – это дыхание души. А вот за кого как молиться? Вот тут вопрос. За упокой только за тех, которые рабы Божии. Помяни раба. Так вот в рабы-то теперь и посмотри, раб он или нет. Узнай хотя бы, крещен ли он. Я грешный человек. Мне всегда жалко. Мэр вот погиб, я разузнал крещеный. Я узнал, что Немцов Борис был крещеный. Я про себя помолился дома один и сказал, прости, Господи, что не так. Мне просто жалко. Он один покинут, одинокий. Душа вышла, тело брошено. И лежит там на мосту. Гляжу, его там переворачивают. Мне очень жалко это. Ну, не прав я, прости, Господи. Но говорю, молиться надо так, как есть. За здравие молиться только за верующих. Неверующим здоровье не нужно. Неверующих. Вот у нас Путин, вот Владимир, он крещеный, он в церкви стоит молится. Какое он там, не знаю. Я за него молюсь каждый день. И когда вот сказали, правда ли неправда, что заболел, я усилил о нем молитву. Не отпусти его из жизни без покаяния. Вот какая молитва. Потому что на нем слишком многое висит. Слишком многое. Вот ответ. И теперь молиться за кого за обращение? Это за всех молиться. За всех. Я каждый день молюсь, Господи, пошли миссионеров к христианам, буддистам, мусульманам, иудеям, к язычникам. Ко всем. О всех молюсь. Абсолютно о всех. Преграды никакой нет. И никакого благословения на молитву не надо. Благословение какое тебе нужно? Допустим, я работаю при церкви. Вот тут надо благословение. Я работаю и работаю в трапезной. Но мне хочется ночью три раза вставать на молитву. О нем я буду клевать. Батюшка, я днем могу маленько прилечь, потому что благословите меня на ночные молитвы. Я усилить хочу молитву. И поэтому днем мне нужна льгота. Вот на это вот только надо. Надо понимать. Не на молитву фактически, а на то, что из-за молитвы, получается, я изнемогаю и нужно маленько мне передохнуть. Вот на это надо благословение. Он скажет, нет, ты должна работать на кухне, поэтому успокойся один раз на молитве по молистам, и на этом все. Вот тут нужно, потому что она непосредственно работает от него зависимая, в трапезной. Это я уже так искусственно составляю пример какой. Вот весь ответ. Благодарю, Игорь Стихонович. Аллилуйя. Еще актуальный. Ну опять же продолжение первой темы, касательно воспитания во Христе протестантских детей и воспитания во Христе православных детей. Вот что можно перенять и чего не хватает нам, православным, в этом вопросе? Любовь к Библии. Любовь. Это первое. Это первое. Сейчас я заквакал. Любовь к Библии у них приучены к этому. У православных это только там, где уже или из протестантов пришли, или как-то. А нет, переристали. Любовь. Ее надо воздвигнуть, чтобы все время... Даже родители спрашивали, что-то спрашивают, как об этом в Библии написано. И сразу раз видно, родители, большая Библия, они уже договорились, открывают, считают. Ребенок задал вопрос, так, подожди, Ваня, мы сейчас посмотрим, а что Бог говорит об этом? Чтобы он научился смотреть в Библию. Вот у меня, через кого я пришел, Михаил, он пришел к одним, там у них маленький мальчишка тоже, Миша. Он, смотри, дядя Миша, я нашел написано, вот смотрите, родители, не раздражайте детей. Вот как хорошо написано-то. А он говорит, я переристнул, в притче написано, не жалею розги его. Он посмотрел, ребенок вот так вот захлопнул, у вас плохая Библия. Плохая Библия. Так это, говорит, и в твоей Библии такое же написано-то. Вот так. Так что многое можно перенять, песнопение. Ну, я не знаю, какие другие там, какие сектанты, но кого я знаю, у всех песнопения хорошие, простые, бывают, ну, не такие, ни на что не претендующие, ну, прям, ну, совсем вот. Ты вот это я посылал, слышал, как поют-то они там, голубица моя, голубица. Там слова-то написаны, ну, писал первоклассник какой-то, там рифмовка и все хромает. Но оно близко, душа моя, голубица, я пою о ней, и поют хорошо, правда? Здорово, здорово. Вот. Но у вакцистов, у них был Проханов Иван Семенович, у меня двородный брат был Иван Степанович. Он талантливый поэт, музыкант, и поэтому стихи, тогда сборник духовных песен, больше половины его, он сам знает английский, переводил оттуда. Разные там шотландские мелодии, английские, и песнопения эти, они у меня звучат внутри, потому что я с первого дня их, как мог, пел и слышал. Поэтому 16 том, когда я издал, я там где-то около 60 песнопений поместил. Вопрос спрашивает, как бакфисты там поют, я их поместил туда, которые я знаю. Вот так. Так что воспитывать бы надо вместе, конечно, никакой игры там нету, все серьезно, и все вопросы решать по Библии. Два вопроса. Любить Христа, любить Библию. Все остальное в этом. Любишь Библию, которая говорит, люби отца и мать, чти отца и мать. И дальше на примерах надо показывать. Вот так. У протестантов этот вопрос очень хорошо разработан. Вот у меня, я не знаю, я могу ошибиться, оказывается, в четвертом томе или в третьем, открытым оком, как работать с детьми. Именно этот вопрос. Воспитание воспитателей. Заголовок там надо посмотреть. Видел, как? Как я разговариваю с ребенком, там весной, когда скворец прилетает. Я все абсолютно употребляю, в учителя перевожу. Что бы ни было, куда бы голову ни повернул, у меня это уже объект, через который я уже протягиваю. Разницы нет. Вот я вел занятия в школе, там в Новосибирске приглашали. Я зайду, глянул там картины, или на доске что-то написано. Я сразу беру и начинаю эту тему развивать. Завуч со мной ходила, она в шоке была. Неделю хожу за вами, говорят, три-четыре класса в один сгоняет, я перехожу в коридор, еще три-четыре класса, три класса. И все время вступление делать, и все время новые, нет повторов. Как это может быть? Я говорю, вы сами мне дали заброс. Я захожу, у вас написано, экономика должна быть экономной. Я хочу правильно пользоваться средствами. Беру пример из Библии, начиная с Руфи. В другом месте зашел, гляжу падший демон, кажется, Николай Эге. И картина Рембрандта, вот, «Тайная вечеря». Я их соединяю вместе, начинаю объяснять. Ну, это опыт. Огромный, огромный опыт. Ну, это уже никак не отнимешь. Если бы я сидел где-то в закутке, по-старообрядческе, ничего бы этого не было. Никогда не бойся нигде сказать правду, по слову Божьей. И ни на какие упреки там. Вот на меня нападают там, это видно, семинаристы. Я их называю, они шкалеры? Шкалята, шокалята. До того злобные такие. Ну, видимо, их там подзущивает сверху-то там где-то. Ничего не знают совершенно. Трепеца просто только, видимо, удержит, видимо, матерки стирают. Но похоже, что и с матерками говорят. И вот нападают, говорят, у них не уважение, ничего, хамье, хамье растет. Это преступники. И те, которые их такими делают, это уголовники, попы, архиерей. Я называю даже епархию где-то делают. Это у нас здесь было конкретно. Наши вышли, мы были все, я был в соборе Покровском. И как мы вышли, прощенное воскресенье, архиерея, больше 30 священников, ко всем подходим, архиерея благословил, просились. Мы вышли на улицу, вышли улица. Мы стоим там, и не я, а другие братья раздавали критки, кто подходит, и о нашем сайте, на бумажке наклеены. Там больше ничего не было. Сайт, кристиньи один, народ.ру. Семинаристам идти в ту сторону, они вышли сюда. Окружили. Вы что тут делаете? Это кто вам разрешил? А на улице совершенно. А другой подходит на Игоря. Он пацаненок, а Игорь с седой бородой в подрядчике. Ну ты, козел, дурак, из храма, воскресный, прощенное воскресенье. И тут же стоит их священник. Я говорю, что делать? Наши сестры стоят, а другой подходит. А что вы разговариваете? Дай ему в морду. Это на Игоря Двунова. Это попы их сделали такими. Я знал некоторых, говорю, они такими не были. Вот Иуда Бен Гурф фильм говорит, я знал места, он таким не был. Это Рим сделал таким безжалостным, жестоким. Это Рим развратил его. Это патриархия. И когда мы сидели, наш епископ и местный Максим Дмитриев в епархии здесь, а у него на стене в рамочке там видно, я говорю, что отличники, наверное, да, это ваша волчата. А то вы их такими сделали. Вас сегодня надо по уголовному кодексу судить, как преступников. Вы взяли не таких, но уже на первом курсе вы их развратили. Кем сделали? Это я говорю конкретно, какие они есть. Дальше мы пошли, когда домой, сколько людей есть, кому бы мы ни дали, никогда ни один человек против не скажет. Или возьмет, или не возьмет. Тем более, сейчас у нас украшенные визитки такие. А тогда просто на картонке мы наклеивали где-то. И что-то сделали, нет. А им надо, говорится, вывернуться, показать, какие они патриоты, чтобы его скорее подвезли. Это подлые-подлые люди растут. Более развращенных, чем в семинарии, я даже не встречал нигде. Но из них потом будут натуральные попы, озверелые. Вот как. Так а вы, начнеченников, говорите. Я говорю то, что есть. Я показываю на фактах. Самый смиренный день это прощенное воскресенье. И в этот день они так себя ведут. Озверелые совершенно. И их сделали такими здесь. Они такими не были. Ни в комсомоле, нигде. Вот так. Еще два вопроса. Давай. Вчера мы рассуждали на тему. Опять же, я деля истолкование Стоя Иоанна Златоуса по поводу того, что ни в коей мере человек, христианин, не должен посещать театр, тем более облачаться, лицедействовать. Цирк. И вот насколько это распространяется на современное кино. Вот как на жанрах. Потому что, например, в Саудовской Аравии там нет кинотеатров. Они там запрещены. Вот. Насколько это применимо к нашей сегодняшней жизни? Ну, с кого начинается? С Храмомоновым, с Ивана Хлобыстина. Хлобыстин, его говорят, саблет. Так это не одни такие, а сколько они ходят, сколько чего смотрят-то. Да как написано, так и делать надо. У нас было. Там собрали учителя наших, там приехал какой-то цирк или что-то, и повезли в район. Ну, я это дело-то узнал и тут разобрал. Ну, потом тут каялись они, учителя виноваты были, и ученикам разобрали. Как говорит Златоуст, так и надо делать. И весь сказ. Театр, училище разврата. Другого названия нету. Зачем мне добавлять-то? Чего умничать-то? А ты был в театре? Я был в армии, был, мне очень не понравилось. Ну, театр-то такой был, там простенькая, военная какая-то пьеса, и вышел один, пел там. Там я был, там на Камчатке. Ну, такое патриотическое. Так я Евангелия не знал. Выходит такой представительный, как Лев Лещенко. Он поет. Меня сильно тронуло это. Театром-то назвать нельзя. А зачем это нужно? Но когда говорил Иоанн Златоуст, надо еще сделать поправку. Я никак не могу отнести это к фильму Иисус по Евангелию от Луки. Никак не могу отнести Кам-Магридеш или Иуда-Бен-Гур к фильму Еремия или Испирь или Авраама, Иосиф и Иаков. Никак. Таких фильмов не было. Они там представляли, говорит, какие-то бассейны, женщины там купались, как они одеты. Ты, говорит, приходишь домой, после этого на свою жену глядеть неохота. Она там в задрипанном салопе ходит на кухне. То есть он говорил о том, что развращает. А об этом, что сегодня, он нигде не говорит. Так вот я сейчас считаю, Петр Мамонов, он там прям таким верующим стал, столько говорит, вы хоть свечками обложитесь, хоть святой водой задохнитесь, а если не христианин, то ничего там и не будет. Прямо видно, что он воинствует. А Хлобыстин-то он, я служить священником не буду, он не снятый сан с него. А он там юродивых играет, бесноватых и стромотадно. Только вот так, а в театре весь ответ, он сказан, и мне надо выполнять. То есть как выполнять? Не ходить и не участвовать. У нас тоже театрально представляют на Рождество. Они там в руках картонку, осел, приходят, там говорят как. Это более наглядно, это никогда не запрещалось. Наоборот, это возвышает. Но даже это, когда спрашивали, можно, нет, я не даю ответ. Вот если бы зависело от моего благословения, то может быть, не было бы даже этого. Но я ничего не сказал. Тут я не хозяин. Тут батюшка распоряжается. Ко мне даже дважды подходили, а артисты тут главное. Ну ладно ли мы делаем? Сейчас-то душа смущается. Идите к батюшке. И еще один вопрос, опять же, адресую из того, который задали вчера на занятиях. Ну, я просто, честно говоря, не успел посмотреть на него ответ, поэтому, пользуясь случаем, из первых уст спрашивали. Ну, в принципе, он не очень сложный. И из того, что я знаю, спросили, кем был Иуда. Ну, известно, что он был казначей у апостолов. И в 12 главе, кажется, оно написано, что он был вором. Вот кем он был до, ну, скажем так, до обращения, ну, даже не до обращения, до того, как он стал апостолом. Вот теперь отцы говорят об этом? Не говорят. Не говорят. Но есть такое, я слышал, это у старобрядцев там где-то записано. А они к нему обращают там 108-й псалом и все, что там написано. Что он где-то был, когда маленький был, где-то в другой стороне, и он не знал, а когда вернулся домой, то сошелся с матерью своей. Грех матери его не изгладится, это относится к ему. Ну, и дальше все это наклепано, ниоткуда это неизвестно. У святых отцов нету. В апокрифических евангелиях говорится, когда он со Христом голубей этих лепил, а у Христа лучше, и он топтал их, злобно такое, а Христос бросал своих голубей, они тогда глиняные летели и спасались. Но все это апокрифы. Нас это не должно интересовать. Должно интересовать, почему он стал предателем. Я нашел ответ, такой, какой хотел, только у митрополита Григория, Санкт-Петербургского. У него есть такая брошюрка «Один день святой жизни». Очень хороший, я ее насчитал на пленку. Иуда не первый предатель. Первый предатель – это Христос. Христос. Иуда ответил предательством на предательство. А они ждали, что Христос будет царем здесь, и слева и справа будут министрами сидеть. И он эти интересы его, он предал Христос, чаяния, а мы думали, вот когда они шли в Эмаус-то, а вместе с тем, то есть уже распятый Христос воскрес, они все еще, а мы думали, он не сиели время восстанавливаешь царство Израиля. То есть Иисус предал их чаяния. Иуда, конечно, может быть, терпел от кого-то упреки, ну за кем ты пошел? Он говорит, про себя думал, может быть, ну подождите, еще немного, Христос восстарится, и вы увидите, я на кого поставил-то? Я не проиграл. Но когда увидел, что интересы его преданы, он предательством ответил на предательство. И только потом, когда образумился, что я сделал, кровь не повинует, а нам что до того? То есть это разовое пользование в КГБ. Тобой воспользовались, а теперь иди на свалку. Вот и все. Вот это мне больше всего понравилось. Мне кажется, именно так и было. Потому что все сходится по Писанию. Почему он сделался предателем? Потому что и все остальные ученики, все разбежались, а они потеряли веру, а вместе с тем мы думали, они сидели заперты, иду ловить рыбу, и мы с тобой пошли. То есть веры никакой не было совершенно. Они были потеряны, заброшены, от страха закрылись, и шли в Маус, и стали упрекать Христоты. Один из пришедших не знал, что было, а вот вместе с тем и прочее. Так что иуду можно было понять. Поэтому не надо очаровываться, и не надо разочаровываться. В моей жизни не было, чтобы я кем-то очаровывался. Нигде. Я всегда осторожно подхожу, смотрю, и вот вчера у меня хорошая переписка была со Степаненко Максимом. Я вам скидывал, видел как? Я ему написал, Максим, еще он может приедет к нам на крещение 12 июля. Как бы не случилось, чтобы между нами какая-нибудь кошка поповская не пробежала черная, не поцарапала. А дальше, или молотовой монашеский кот, я говорю, еще замяукает. Да нет, миссионеры друг друга не предают, миссионеры друг друга издалека узнают. Это он мне написал. Ну дай-то Бог. У меня в жизни не было шибя заочи, с кем-то расстался. Вот было хорошее отношение, а потом пришли и сказали, а он против вас вот так-то, как Сократу сказали. Никогда не было. Я расспрошу, знаю, да ну и говорил. Ну говорил-то, он такой еще не знает, а больше-то правду сказал. Вы знаете, как Сократ тут один подошел-то? Вот. Пришел и говорит, я один там вот про вашего друга узнал такое. Вот. Он говорит, подожди сначала. Ты хороший или плохой про моего друга? Он говорит, да нет, нехороший. Итак, ты пришел мне рассказать нехорошее про моего друга. Так. Да, вот, подожди маленько. Ну, а другу моему понравится это, что теперь вот про него рассказано? Да нет, не понравится. А дальше, а мои отношения с другом улучшатся или нет? Да нет. Итак, ты пришел сказать, а уверен, что это правда? Да нет, я не знаю, не уверен. Ты пришел сказать, что не уверен, заранее знаешь, нехорошие отношения, не улучшатся. Да я понял, не надо ничего говорить. Повернулся и ушел. Вот если бы мы так вопросы, как Сократ, ставили, у нас бы по-другому было. А тут уши развесит, как слоны. И, ой, я слышал о вас. Ну, слышал. И что, а я о тебе ничего не слышал? Я глухой. И поэтому отношения у меня всегда ровные, хорошие. А мне говорят, а вот сейчас ты слышал, что выступали? Ну, я говорю, дома приду, когда включу, послушаю. Так он против вас говорил. Еще для меня это не касается. Для меня вообще это не существует. Как будто и нет ничего. А я узнал, узнал, теперь он у меня на примете. Я буду молиться за него. Я молился вообще, а теперь вспоминанием его имени. Вот и все. Вот тогда благодарю, Гнати Тихонович, за такие содержательные, я был очень рад вас видеть, батюшку Владимира. Да, вот батюшка подошел. Да, благословите. Все, у нас Виктор Андреевич уехал в Москву, врач, и он оттуда поедет к Сергею, к парализованному, к Козлову-Воронеж. Вот чем-то, может, помогу. Постарался с матерью, Татьяна Ильинична созванивался. Ну, может быть, как-то что-то. У Сергея недавно камень стал выходить не из почек, а из печени. Говорит, два сантиметра. Ужас, что было. А он еще решил поститься, два дня не есть. Да кто же ему разрешил-то? Вот тут надо было, я ему говорю, со священником посоветоваться, и он чуть не умер. Между небом и землей, говорит, завис, и его вообще не было. Ну и вот, на лето имей в виду, если будет желание отдохнуть, приехать, мы с радостью приемли. Я вам маршрутку скинул? Да, есть, есть. Что с собой брать? Резиновые сапоги, просто не наволочка. Остальное у нас есть. Если хлеба захватите, или, ну, не против будем. А тут, остальное можно купить будет. Молочное. Батюшка иногда барашков тут продает. Вот, можно купить. Понял. Благодарю за приглашение для детей подарить. Ну все, отхожу. Спаси Христос. Увидите отца Геннадия, поклон от нас ему передавайте. Во славу Божию. Во славу. Слава Христу. Вот, для вас. Красноярск, у него все книги есть. Красноярск. У него все книги есть. Он работает. Преподает в университете, в академии и при епархии. Вот, Господь так сравнил, как будто бы всю жизнь знали друг друга. Ни одного самого маленького нет у нас вопроса, который понимали бы по-разному. И он, недавно защищая, говорит, диссертацию готовлюсь, но, говорит, посмотрел наша переписка, это, говорит, докторская наша переписка. Ну вот так. Вот, Юрий. Юрий.